Здравствуйте дорогие телезрители! Сегодня пятница, а значит с вами игра Думай, Знай, Познавай, Супер Блиц и я ведущий Кирилл Махров. Ну что, пять вопросов мы готовили всю неделю и теперь готовы пойти их задать очередному нашему участнику. Идем задавать. Здрасте, представьтесь пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Максим. Максим, очень приятно, меня Кирилл зовут. Ну что Максим, пять вопросов. Может коротких, может не очень. Ваша задача на все пять вопросов, ну, по возможности ответить правильно. Ну, каждый вопрос вы оцениваете минимум в один балл, максимум в пять. Ваша задача набрать 15 баллов для того, чтобы стать победителем игры Думай, Знай, Познавай, Супер Блиц. Ну что, поехали? Первый вопрос. В 1841 году жена якобы Кристофа Рада, управляющего сахарной мануфактурой в Богемии, сильно порезала руку при попытке отколоть кусочек от большого куска сахара. Приняв во внимание этот инцидент, Рад сахарного песка, конечно, не изобрел. Однако вскоре придумал и запатентовал производство сахара в этом виде. В каком? Ну, смотрите, сахарный песок он не изобрел. Ну да. А что он изобрел? В каком виде? Рафинад. Ну, как сказать, в кристаллизированном виде. Кусочками? Кусочками, ну да. На сколько? Ну, баллов иметь. Да. Давайте три. Три. И это правильно, действительно. Это рафинад. Он придумал рафинад. Следующий. Действия какой пьесы Горького происходят в ночлежном доме для бедняков, воров, девушек легкого поведения и чернорабочих? Какое произведение? Ага. Пьеса. Горький, да, вы говорите? Горький. Так, наверное, не скажу. Есть какие-то подсказки? Ну, само по себе произведение очень знаменитое. Пьеса. Пьеса, пьеса. Мхать ее ставят. Затрудняюсь ответить. Ну, можете поставить один балл и сказать не знаю. Один не знаю, один. Один не знаю. Пьеса называется «На дне». Третий вопрос. Угу. Этим металлом в средние века лечили множество болезней. Он даже входил в рецепт приготовления эликсеры жизни. Однако действовал совсем наоборот. Каким металлом поили? Каким металлом можно напоить? Не знаю. Олово какое-нибудь. Не, ну, олово. Его нужно будет растопить. Ну, да. А есть металл, который сам по себе. Топить его не надо. Вот давайте вам подскажу. В градушках он. А, ртуть. Получается. Ртуть? Ну, как вариант. Ну, давайте три. Три. Понятно. Это правильный ответ. Действительно, это ртуть. С вашей подсказкой. Четвертый вопрос. В состав какой области входит архипелаг Новая Земля? Области? Да. Ну, вот, например. Архангельская. Да, сейчас. Мурманская. Ну, давайте, наверное, Мурманская. Мурманская? Да. А может, Архангельская? Не знаю. Мне кажется, Мурманская почему-то. Понятно. Пускай будет Мурманская. Пускай будет Мурманская. Сколько баллов? Ага. Ну, пускай будет два. Два. Правильный ответ Архангельская. Не прошло вас. Последний вопрос. Ага. Какой из спасов в православии не отмечается? Вариант ответов. Медовый, яблочный, ореховый или грибной? Наверное, грибной. Грибной. Не отмечаете? Нет. Нет. Насколько? Ну, я вообще их не отмечаю, но вообще грибной. Четыре. Четыре. Это правильный ответ. Ну, к сожалению, 15 баллов вы не набрали. Однако, я вам дарю вот такую книжку. Покажите ее нашим телезрителям. Это книжка нашего прославленного краеведа Алексея Васильевича Плотникова о легендарных жителях нашего города Видное. Пожалуйста, читайте. Да, будем. Спасибо. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо. До свидания. Друзья, ну а на сегодня это все. Смотрите нас в следующую пятницу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok